Еще раз, дорогие друзья, я с вашего позволения продолжу. Немножко расскажу о биографии также Роми Гариповой и, может быть, некоторые факты, упомяну, которые до сих пор еще здесь не были упомянуты. Так, сейчас, одну минуточку. Ну, во-первых, что я хочу рассказать, что при жизни у этого великого поэта не было ни званий, ни наград. Высокое звание народной артисты поэта Башкортостана, имя лауреата государственной премии имени Салавата Юлаева, ему были присуждены посмертно. Также, что касается детства, конечно, тяжелое от этого военное, послевоенное время ему выпало. Он пас овец, коров, лошадей, косил сено, убирал урожай на лесоповале, даже успел, будучи подростком, поработать. Ну, вот, как Алсу уже сказал, очень любил читать, любил гуманитарные предметы. Еще есть в его биографии такой факт, что он вместе с другом поступил в аэроклуб, он вообще мечтал летать на самом деле. И друг вспоминает, тоже как Алсу, насколько я помню, упомянула, да, что он ему тоже какие-то пометки в блокноте зачитывал, стихи другу своему. Вот, и они иногда ночевали на аэродроме, ну, такие романтичные парни молодые, да, и друг вспоминает, что Рами зачитывал ему свои первые стихи. Ну, а летчикам, к сожалению, не было суждено стать Рами Гарипова, поскольку подвело зрение. Вот, ну, а в память о тех временах осталось его стихотворение «Полет», в котором есть такие строки. Ну, я думаю, что эти строки тоже говорят, да, что-то о таком юношеском стремлении к возвышенному, к небу. Но, кстати, я хочу сказать, что впоследствии его не раз упрекали в том, что его поэзия такая слишком, может быть, возвышенная, нереальная. Даже Мустай Карим, который к нему очень хорошо относился и поддерживал, ну, в одной своей статье, вот, упомянул такой факт, что все-таки у него, ну, иногда, говорит, он слишком сильно отрывался от земли. Но считали, что его поэзия не совсем, может быть, такая даже близка к, ну, как говорят современным языком, его даже заносило иногда слишком, может быть, вверх. Вот. Ну, как уже Алсу упомянула, что в 50-е годы он поступил в Литинститут в Москву, и Москва для него это тоже был такой очень интересный этап. Москва вообще очень много дала поэту, и у него есть такие стихи, знаете, вот, прямо вот читаешь и чувствуешь, как вот ходит такой простой деревенский парень, да, по улицам Москвы. И он такой полный восхищения, и вот он радуется, ну, то есть ему, он не может поверить, как это вот я, простой деревенский, да, человек, вот хожу по этим улицам, вижу этих людей. То есть вот такие вот у него восторженные стихи. И вот он даже сам пишет, что у меня здесь как будто появилось второе дыхание, как будто раздвинулись горизонты Вселенной. Чувствую, как становлюсь богаче, как растет желание работать и работать. Кстати, здесь же он встретил свою будущую жену, это была работница швейной фабрики Надежда Васильевна. Она стала его матерью, женой его троих детей, женой, простите, матерью троих детей его. И можно сказать, что любовь стала еще одним таким моментом, источником вдохновения в творчестве Райме Гарипова. Нужно сказать, что его жена потом, вот после его смерти, сделала очень много для того, чтобы его творчество сохранилось. То есть она там собирала, может быть, ходила по каким-то там учреждениям и так далее. То есть всячески постаралась сделать так, чтобы творчество ее мужа сохранилось, да, чтобы о нем помнили, его знали. Ну, тоже Алсу сказала, да, что в 1955 году он возвращается в УФУ, работает в редакции газеты «Совет Башкортостана», журнала «Агидель», в отделении художественной литературы в башкирском книжном издательстве. Но однажды, видимо, ему ничто все-таки романтическое не было чуждо, да, он вдруг, вот можно сказать, ни с того ни с сего, принимает такое решение, забирает семью и уезжает в родные края, в деревню. Вообще, ну, это, наверное, мне кажется, говорит о том, что, ну, романтичный был человек, да, не всякий на это решится. И в его дневниках сохранились такие записи, где он пишет, что вот, ну, чувствует, что что-то вот, ну, как иссякло что-то, да, то есть ему не хватало вдохновения, ну, что-то вот его стало как будто вот он задыхается от того, что ему не хватает там какого-то, не знаю, там свежего воздуха. Вот, ну, то есть вот из-за этого он поехал в деревню, причем мечты у него были совершенно такие романтичные. Он хотел вообще выучиться на тракториста, то есть ближе к земле, да, видимо, ему вот хотелось быть. Но все-таки, ну, администрация, так скажем, села, да, видимо, пошла навстречу ему, ну, решили, наверное, что он уже тут как-то странно, да, совсем уж трактористы, поэтому он работал секретарем комсомольской сельском... Сейчас, одну секундочку. Немножечко тоже волнуюсь, да, секретарем... Сейчас. Да, комсомольской организации колхоза Юризани, совхоза Саргамыш и заводилом районной газеты он работает. И не зря он все-таки поехал, я считаю, потому что оттуда он привез очень много стихов, все-таки родная земля его вдохновила. И вот эти новые стихи уже после его смерти в Москве в 1981 году были изданы, книга, ну, книга была, она называлась «Возвращение». В 1962 году, но все-таки он в деревне не задержался, все-таки опять возвращается в Уфу, работает лицотрудником Совет Башкортостана газеты, ответственным секретарем журнала «Башкортостан Коза». Вот сегодня у нас представители, кстати, журнал чуть попозже, я их приглашу обязательно. И выходит очень много его сборников стихов на башкирском языке. Аманат, Полет, Рябинушка и другие, которые сделали его одной из центральных фигур башкирской поэзии. Ну, нужно сказать, наверное, что его творчество было такое разноплановое. То есть, есть же люди, например, всю жизнь пишут об одном и том же примерно, да. А у Рами Гарипова вначале это были стихи о родном крае, природе, земляках. Далее уже Полет, Рябинушка, книги, больше о смысле жизни, об исторической судьбе народа. Он переживал о будущем родного языка и культуры родной. Ну, тоже беспокоился о духовной связи поколений. То есть, ему думал об этом много. Много обращается он к башкирскому народному творчеству, к жанрам куба ира и классической народной песни. Вот. Потом, нужно сказать, что Рами Гарипов – это мастер художественных переводов. Он очень много переводил Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока, Гейна, Арсула, Гамзатова и так далее. Переводы Руба и Хаяма. Даже выпустил книгу «Моя антология». В 1060 году он вступил в Союз писателей по СССР. Ну, что еще можно о нем сказать? Это был человек достаточно такой прямолинейный, принципиальный. Очень смело высказывался. Может, даже там, где не очень это было нужно. Поэтому подвергался преследованию. Было такое, что и свои травили. Вот. За стихотворение, которое вы сегодня услышали в самом начале, да, ну, по нашим временам, мне кажется, ну, ничего такого нету. Да. Просто человек, ну, славит свой язык. Нисколько его там не возвышает над другими. Ну, мне кажется, то, что, ну, абсолютно понятно любому человеку, вот этот, за вот это стихотворение он был обвинен в национализме в начале 60-х. Ну, то есть тогда, видимо, считалось, что свой язык нельзя как-то выпячивать. То есть мы все там в одной стране, мы все одинаковые, нельзя свою культуру там куда-то выставлять. Потом одним из первых башкирских поэтов он гневно осудил события 37-го года, когда в лагерях погибли сотни тысяч невинных людей. В 64-м году он написал поэму «Поколение», но она при его жизни так и не увидела свет. Ну, и, наверное, для его жизни и творчества был очень такой ключевой момент. Это в 1971-м году он должен был выступить на башкирском телевидении, но с условием. Значит, ему сказали, что только вы не читайте строки из стиха Салават Батыр. Ну, вот я специально прочитаю строки, да, чтобы вы понимали, вот, просто разницу во времени, как тогда, к чему, ну, относились к таким вещам, как сейчас. Единственное, что враг сломить не в силе. Перед царями в самый трудный, горький час мы головы покорно не склонили. Кто голову склонить заставит нас сейчас? То есть вот эти строки ему запретили читать. Но это был бы мир Омегарипов, если бы он согласился. Он все-таки их зачитал. И, ну, можно сказать, что это событие, вот эта его непокорность сыграла очень такую, ну, печальную роль в его, наверное, творческой судьбе. И вообще он попал в полнейшую опалу после этого. Значит, стихи не брали. Ну, отношения тоже в кругах поменялось, да, то есть несколько поэтов его пытали защитить, своих, но все равно, ну, есть руководство, есть какие-то чиновники, да, которые там ему, ну, в общем, не давали возможности работать, так скажем. Но в это время его же семья жила очень тяжело, ему приходилось зарабатывать на жизнь разве что переводами. Вот, его пытались поддержать Мусталька Рим, Рашид Султангареев, татарский поэт Хасан Туфан и несколько других поэтов, но это не очень помогло. Он работал младшим научным сотрудником филиал Леран. Значит, потом последний, буквально год своей жизни он провел в Средней Азии, где тоже занимался переводами, изучал поэзию восточных поэтов. Его исключили даже из союза писателей, вот, за такое, так сказать, поведение. Ну, умер, как уже Алсу сказала, от разрыва сердца. Ну, я думаю, что, наверное, понятно, да, человек творческий, видимо, все это его все равно, ну, понимаете, то есть, так что, когда человеку не дает творить творческому, что может быть хуже, да, можно так сказать. Вот. Ну, и, как говорил известный башкирский поэт Равиль Бегваев, это человек, остававший после себя такое богатое творческое наследие, фактически не ушел от нас. Просто для него началась вторая жизнь, это бессмертие, да. Вот. Рами Гарипов похоронен на мусульманском кладбище города Уфы, и в его честь, ну, как уже здесь упомянули, да, есть его музей на родине, есть улица в Уфе. Ну, я бы хотела еще развенчать несколько мифов относительно личности Рами Гарипова, да. Дело в том, что, ну, вот иногда говорят, что он прожил, значит, трагическую жизнь, потому что писал о свободе, о борьбе там за свободу и так далее. Ну, все-таки литература Веда утверждает, что это был прежде всего лирик. Вот. А его стихи о свободе, ну, такие основные, наиболее сильные, они, это была больше реакция.